Восемь фракций и 751 депутат. В составе Европарламента они принимают законы, формируют Еврокомиссию, бюджет ЕС и представляют интересы 510 миллионов жителей стран Евроблока. Уже 2 июля Европарламент начнет работу в новом составе. Депутатов изберут на 5 лет. Важно, каким будет состав Европарламента. Какие силы выиграют – демократические или же популистские, или же националистические. Я надеюсь, что проевропейские силы будут в большинстве. Это позволит в том числе усилить наши отношения с Украиной на ее европейском пути. Выборы в Европарламент в каждой стране Евроблока проходят по ее внутренним законам. Количество представителей государства известно заранее и пропорционально численности его населения. Больше всего мест 96 получит Германия. Меньше всего по 6 пройдут в Европарламент от Мальты, Люксембурга и Кипра. Первыми 23 мая голосуют Нидерланды и Великобритания. Благодаря отсрочке Брекзита последняя получила право участвовать в выборах. В воскресенье голосование пройдет в большинстве стран Евроблока. В частности, во Франции, Испании, Италии, Бельгии и Польше. Явка избирателей на выборах в Европарламент с каждым разом все меньше. Поэтому политики агитируют людей принимать участие. Поляки не видят роли и влияния ЕС на повседневную жизнь. Для них Брюссель где-то далеко. Там сидят какие-то депутаты, какая-то Еврокомиссия. Люди не осознают важности ЕС конкретно для себя. Задача всего политического класса – ходить и убеждать людей, чтобы они активно голосовали на выборах, в том числе и в Европарламент. Важно объяснять, что выборы в Европарламент – это принятие важных для Польши решений. На выборах 2014 года явка Е2 превысила 42%. Поэтому в апреле этого года Европарламент запустил ролик с призывом проголосовать. Партии прошедшие в Европе. Европарламент объединятся во фракции и будут определять курс Евросоюза во внешней политике, ценностях, вопросах миграции, экономике и многих других. Сейчас в Европарламенте 8 фракций. Крупнейшая консервативная европейская народная партия. В ней представители всех стран ЕС и 216 мест в парламенте. Фракция выступает за европейское и евроатлантическое единство и резко осуждает агрессивную политику России. Самая малочисленная фракция – крайне правая Европа наций и свобод. Ее в 2015 году сформировала французский политик Марин Лепен, сторонница отмены антироссийских санкций. 26 мая люди решат, прежде всего, сохраняем ли мы наше единство, хотим ли мы работать вместе. И я говорю вам, я буду бороться, со всеми силами буду бороться против тех, кто хочет разрушить Европу, которую мы построили. Я борюсь против националистов. Они не разрушат наш сегодняшний Европейский союз. По данным опросов Europe Elects, консервативная Европейская народная партия сохранит лидерство и в новом составе Европарламента. Для Украины это означает дальнейшую поддержку евроинтеграции и санкционное давление на Москву. Предварительные результаты выборов станут известны 26 мая. Анжела Лешко, Игорь Антонюк, Юрий Бонахевич, ЮАИ-ТВ.